Здравствуйте! В эфире программа Крутятся Диски. Каждый раз это будет моя самая любимая часть недели. Закрытая комната, три мужика, яркий свет и куча комиксов. Комиксы! Это должно быть весело! Может нам назвать передачу комиксы из глубинки? Мы работаем ненавязчиво. Большие? Да, ладно. Потом у тебя заставка должна пойти. Роман Котков Евгений Еронин. Будем рассказывать вам о самых лучших комиксах, которые вышли на русском языке. Это могут быть как российские комиксы, так и мировые комиксы. В общем, все что угодно, что привлекло наше внимание и стало классным. Да, ну по крайней мере оно выглядит классно. А потом уже это читаем и выясняем, как оно на самом деле. В общем, мы решили, что мы немножко разбираемся в комиксах, совсем чуть-чуть, и можем что-то рассказывать интересное, крутое. И поэтому мы решили для вас сделать вот такой вот обзор. Надеемся, что он будет вам интересен. Первый выпуск нашей рубрики. Ну, очень хочется начать с действительно хорошего комикса. Поэтому мы выбрали те комиксы, которые вы видите перед нами. И сейчас мы про них будем вам рассказывать. И в первую очередь мне бы хотелось... Нет, я буду-то скажу, что первый выпуск хочется начать с действительно хорошего комикса. Поэтому мы начнем с того комикса, который выбрал я, а не Евгений. Ну, в принципе, да. Окей, ты же знаешь, что я выбрал оба этих комиксы, так что все нормально. И начать нашу рубрику хочется действительно хорошего комикса. Издательство Альтграфа публиковало на русском языке комикс «Эссекс Каунти» или «Графство Эссекс» Джеффа Лемира. Вообще, небольшая предыстория. Нам всем недавно, кстати, в Сан-Диегоском Комиконе удалось познакомиться с Джеффом Лемиром. Он известный канадский художник комиксов, автор, в первую очередь, комиксов, который работал над своими собственными проектами, насколько я понимаю, «Вертиго». Он работал эксклюзивом для DC Comics, писал для них «Animal Man». Писал, да. Потом на «Марвел» писал, про «Людей Икс», про «Олдмен Вогану» серию писал. «Ол Нью Хоу Кай». В общем, человек с именем, да. А в последнее время Джефф Лемир стал известен тем, что выпустил свой собственный такой супергеройский мир, называемый под названием «Блэк Хэммер», «Чёрный молот». И вот этот дядечка, очень интересный, который сейчас активно развивается. Права на его вселенную уже продаются, по-моему, телевизионщикам и киношникам. И, собственно, «Эссекс Каунти» — это один из самых известных его комиксов, «Магнам Опус». Можно сказать, одна из первых больших работ. Комикс назван в честь графства «Эссекс». Это провинция в Канаде, я так понимаю, где-то в Онтарио. Вот, и, собственно, комикс рассказывает о нескольких людях, которые живут в графстве «Эссекс». На самом деле, выпущено на русском языке уже три тома этого комикса. И хочется сказать, что это действительно одна из самых крутых, чувственных и интересных историй, которые я читал, например, до последнего времени на русском языке. На самом деле, всегда, всегда хочется вспомнить то, что вызывает у тебя эмоции. И этот комикс здесь Джефф Лемир ставит эмоции во главу всего, во главу повествования, во главу историй, во главу отношений между родственниками, сыновьями, отцами, братьями, сестрами. И в итоге у меня получается, что все эти три тома, они образуют такую единую взаимосвязанную историю. Ну да, это история на несколько десятилетий, несколько поколений. И когда все это становится взаимосвязано, когда ты понимаешь, как одно событие в одном доме повлияло на событие в другом, у тебя, конечно, немножко взрывается мозг. Но первое, что заставляет тебя почувствовать в комикс, это очень интересно, помимо того, что это все чистые эмоции. Первый том рассказывает о маленьком мальчике, который живет на ферме своего дяди после смерти мамы. И он представляет себя супергероем, и не может найти язык с дядей, но находит язык с мужиком огромным, который работает на заправке, который становится его лучшим другом. И все это, конечно же, рано или поздно становится взаимосвязано с другим комиксом, вторым томом, который происходит за несколько десятилетий до этих событий. Он о двух братьях, которые играли в хоккей. И действительно, этот комикс, на самом деле, самый большой из всех трех томов. Один из этих братьев, он как бы уже пожилой человек, в доме престарелых. Он вспоминает свою жизнь, ошибки, которые он совершил, и о том, как он уже не может вернуться назад и ничего исправить. Еще хочется отметить, что Джефф Лемир, он, во-первых, рисует эти комиксы сам, эти конкретные свои комиксы, которые он писал, он рисовал самостоятельно, поэтому рисунок здесь вот такой интересный, авторский. Не знаю, оценят ли его читатели, например, мейнстримных комиксов. Но, господи, какая разница, кому он читатель мейнстримных комиксов. Нужно тогда иногда читать такие вещи, чтобы понять, что такой хороший авторский комикс, который рассказывает действительно классные, интересные, жизненные истории. И третий том, который вот появился буквально в продаже недавно, он посвящен истории медсестры, которая, собственно, принимает активное участие и в первой истории, и во второй, и связан со всеми этими персонажами. В общем, что сказать? На самом деле, из этого комикса, которому уже, на самом деле, много лет, по идее, это был один из таких самых первых важных работ Лемира, из него вышел бы, не знаю, отличный сериал, как мне кажется, такой деревенский, добрый, с классными актерами, персонажами. Но самое главное, что через вот эти страницы, через вот эти картинки, через эмоции и лица, Джеффу Лемиру, конечно, удается показать характеры, персонажи, то состояние, в котором они пребывают. И, да, ребят, честно, это иногда дорогого стоит. И вот это действительно такая вещь, которая заставляет тебя еще раз перечитать все три тома, увидеть всю историю, и действительно показать, как развивались отношения людей, к чему это привело, и что, на самом деле, вам и нам нужно для того, чтобы ценить то, что рядом с нами, и то, что окружает нас, людей, которые нас окружают. Я реально вдарился в такую лирику, потому что, такие, комиксы, это должно быть весело, но, блин, эта история меня зацепила на многих уровнях, и хотелось бы сказать, что это действительно классная штука. Вот, это такие мини-рекомендации, которые будут от нас с Евгением поступать для вас, и мы надеемся, что эти книги вы сможете оценить, тем более, что они продаются во всех российских магазинах. Сделано это издание, как я уже говорил, издательство Мальтграф, все три тома изданы довольно быстро, есть технические какие-то моменты, да, делаем рекомендацию, не очень мне конкретно понравилось в этих изданиях, что не переведены все надписи, не переведены там некоторые. Довольно избирательно переведены. Очень избирательно переводят надписи, ну и плюс, если к первому тому можно мало придраться, то во втором и третьем есть опечаточки. А это плохо, мы здесь не любим опечаточки, пожалуйста, не надо делать опечаточки. Я вот с огромным удовольствием читал все три книги «Захлёб», на самом деле уже перечитывал я, когда-то это был мой первый комикс с Джо Фалимиром, и я был сильно погружен в историю, и когда в третьем томе я буквально споткнулся какую-то опечатку, что меня она аж выбила, ну, как-то оно мешает. Пуристы мы такие. Ну, мы пуристы, да. Бывает, да, ничего. Вот. Но, тем не менее, предупредить обязаны. В общем, людям, которым понравился Джо Фалимир, тем, которым нравится «Чёрный молот», особенно потому, что мы знаем, что это все с вселенной популярно, выходит все больше и больше книг, большой совет вам, да, любовь к этим книгам, к этой трилогии, очень она классная, и действительно рекомендуем ее прочитать. А я расскажу про комиксу, у которого пока что всего один тон и три тона. Причем даже в оригинале. Причем, да, в оригинале тоже. Это отдельная история. Сейчас, возможно, некоторые из вас уже успели посмотреть сериал «Сабрина», который вышел на Нетфликсе. Такая небольшая предыстория. Скажем так, ну вы-то его посмотрели наверняка на Лост-фильме, да? Окей. Наверное, многие люди удивились, да, когда был, что новое сериал про Сабрину, что-то чёрт, почему кот не разговаривает, почему всё такое мрачное, где комедия. Был такой хороший веселый сериал в нашем детстве, «Сабрина – маленькая ведьма» с ситком. Я его, кстати, плохо помню, я его, наверное, не смотрел. Он на СТС пока был. На СТС. Но многие люди как-то на нём, ну, росли, они помнят это дело, они были удивлены, что вот опять мрачняк повсюду. Небольшая, как бы, такой экскурс в историю. Тот сериал «Сабрина – маленькая ведьма», он был основан на комиксе, «Арчи комикс». То есть, ну, мы знаем, что «Арчи комикс» – это такая компания, у которой огромная история, много-много лет. У нас в России тоже выходили какие-то комиксы про Арчи на русском языке. В основном те, что «Черепашки-ниндзя». Да, в том числе и комикс, где Арчи встречает «Черепашек-ниндзя». И тот сериал был, да, по тем комиксам. Они были смешные. Сейчас у комиксов «Арчи» произошёл такой перезапуск. В том числе, здесь выходят и на русском новые комиксы про Арчи. Они всё такие же молодёжные и смешные, но у него открылся собственное такое подразделение, такая своя альтернативная вселенная с мрачником и коррором. Вот серия «Загробная жизнь» с Арчи. Да, у нас даже есть такой комикс. Тоже на русском издательство «Камильфо» издаёт. Здесь Франческо Франковилло художницей. Вы можете выговорить, что это достаточно жутко, но при этом круто, стильно и интересно. И да, импринт есть такой теперь «Авторлайк» у Дарчи, да, он проводил импринт, в котором там выходят комиксы про Джак Оборотня и прочее, прочее, прочее. И, собственно, Сабрина, она была перезапущена в рамках именно этого импринта. Да, и, собственно говоря, новый сериал тоже, наверное, обязан именно успехам нового комикса про Сабрину. Сериал, который сейчас идёт, можно сказать, является экранизацией вот этого комикса. Если вам интересно, если вы ещё не смотрели сериал, или если посмотрели, вам интересно узнать, то вот, пожалуйста, комикс вышел на русском языке. Также вы известны комикса «Камильфо». Сабрина, «Ведьмочка». Собственно, это комикс, в котором практически нету шуток, зато в нём полно любви к сатане и магии. Как и в наших комиксах «Без тобой». Да. Его автор, собственно, как и автор серии «Загородный житель Сарчи» это Роберто Агире Сакаса. Возможно, я во всех трёх словах неправильно поставил ударение. Нормально. Надеюсь, он меня простит. Он же шоураннер сериала. Собственно говоря, шоураннер сериала, который сейчас идёт. Мужик себе нормально всё организовал, что называется. Выпустил одну книжку, сделал из неё сериал, рубит сейчас рейтинги, поклоняется сатане. Интересный человек. Он из комиксов и обратно постоянно ныряет в своей жизни. По-моему, он начинал как? Какую-то театральную драматуру, он писал сценарий к мюзиклам, он даже работал над мюзиклом про Человека-паука, который так и не вышел. Он над марвелскими комиксами работал. Над марвелскими комиксами работал, да. Он писал всякие сериалы, сериал-кор Райана Мёффи, работал над сериалом Супергерл, то есть, ну, на телевидении у него большая карьера, абсолютно. Потом он решил вот на Арчи поработать, и это внезапно привело снова к работе над сериалами. Почему бы и нет? Для Арчи он нашёл Франческо Франковилла, замечательного художника, а вот у Сабрины её рисует художник Роберт Хэг. Он отличается, конечно, от Франковиллы, такой своеобразный, а можно сказать, что чем-то напоминает комиксы того же Вертика, наверное, 90-х годов, то есть, это его первая работа как художника комикса, поэтому он рисовал иллюстрации, обложки, такой старомодный стиль, такой фотореализичный. Самое интересное, что вот по сравнению с сериалом, я посмотрел там серии 5, по-моему, это ещё больше жесть, то есть, вот здесь вообще ещё всё намного круче, чем там. Там-то Сатану славят в каждой серии, но здесь как бы ещё больше происходит жесткач. Сабрина, как бы, да, она ведьма, ей скорость полностью 16 лет, по этому поводу должен случиться какой-то там ведьминский обряд, её должны посвятить окончательно, она должна присягнуть, вписать имя в книгу Сатаны. Да, но параллельно с этим она заводит себе роман в школе, как нормальная школьница. Вот, у неё есть говорящий кот на месте, всё хорошо, он здесь разговаривает, у неё есть две тётушки, которые за ней приглядывают. В общем, нормальная, на самом деле, подростковая жизнь, не считая того, что есть какие-то злодеи, которые хотят испортить ей жизнь, постоянно какие-то оккультные штуки, ну, вообще одно. Почитать это можно. Хотя... Можно или нужно? Если вам понравился сериал, в принципе, я думаю, что комикс вам только понравится, хотя он гораздо более жёсткий. Он жёсткий, да, но это такой... Если вам интересно, какой вообще бывает в комиксах хоррор, это такой... Собственно, а, в отличие от сериала, я так понимаю, что в сериале действия происходят в нашей дни. В комиксе же это 60-е годы, поэтому здесь такая, опять же, оправданная стилизация. Ну, американская глубинка, да. Собственно, из канадской глубинки, в американском, пока что только комиксы про глубинки. Можно назвать передачу комиксы из глубинки? Да, про глубинку, прямо как в той же серии «Без собой», в которой недавно «Чёрный пёс» ездил в глубинку. Вон из Москвы. Да. Окей. Иногда надоедает просто. Ненавязчиво. Мы работаем ненавязчиво. Окей. Большие города иногда надоедают. Большие? Да, ладно. Ребят, вот такие комиксы мы для вас приготовили сегодня. Надеемся, что они были вам интересны. Если вам, как это обычно говорится, понравился наш обзор и вы хотите, чтобы мы в следующем выпуске рассказали про какие-то другие комиксы, которые вам нравятся, а вы хотите поделиться ими с другими, пожалуйста, принимаем комментарии, ставьте там вот эти все лайки. В общем, мы надеемся, что таким образом вы станете читать больше хороших комиксов и мы вам в этом поможем. Так что до следующей недели, до следующего выпуска, ну а мы приготовим для вас еще что-нибудь интересненькое. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»